Утро, пока дети спят, решила, наверное, котлетки с кабачком сделала. Кабачок один, лучок, пару этих возьму, пару белков, желток не верю. Вот, это перец белый, немного накидаем, потому что детки должны кушать. Потом это порошок чеснока искусственного. Вчера вот отварили рис, но я смотрю, сильно много. Хочу вот сделать кабачок с рисом, котлетки такие вот. Говорят, очень вкусные, вообще ни разу еще не делала. Ну, вот эта геркулесовая каша, если будет жидковата или что, то тогда добавлю эту геркулесовую кашу. Если нет, то тогда только рис, кабачок, лучок и яички с перчиком и с чесночком. Ну и 40, конечно. Поехали. И порезала. А два белка сюда вбила. Вот на блендере крутану. Попробую. Ну вот, высыпала, значит, я вылила этот раствор, который я сделала с этим цукини. И в рис вот кинула. Теперь там белок, лук и все остальное. Сейчас вот все замешу и буду выпекать. Попробую. Если не будет жидко, то хорошо. А если жидковато будет, то тогда, значит, добавлю. Вот это геркулесовую кашу. Ну вот на оливковом масле вот пеку. Вот такие вот они получились. В руки взять нельзя. Они немножко жидковатые. На оливковом масле пеку. Такое масло прекрасное. Масло дороговато здесь. Вообще продукты дороговатые. Ну, смотрите, котлетки такие зелененькие получаются. Дети вообще ни разу не ели. Я сама тоже ни разу не ела. Не знаю. Ну, это не английское национальное блюдо. Не привыкшие к этому. Может быть, даже есть не будет. Ну, ладно. Тогда дочка, может быть, поест. Может быть, взять поест. Ну, и сама поем, конечно. Смотрим дальше, что получится. Вот пришлось все-таки мне добавить геркулесовую кашу в котлеты. Разваливаются. Они на одном рисе разваливаются. Вот такие вот они смешные получились. Пришлось даже, если их крепко поджарить. Ну, я что-то сомневаюсь, что мои руки будут здесь. Мышка стартка подошла и говорит, разогрей мне вот эту булочку. Вот такие булочки в Англии продаются уже готовые. Выглядит они, похоже, на оладьи. Сейчас я... Как будто вот оладьи они продаются готовыми. Я вот ей подогрею, положу сюда вместе с этими. Здесь нам слегка так поджаривать эти оладьочки, чтобы они приобретали вкус жаренных оладьев. Вот так они вроде как будто на дрожжах, все жиричко, все легкое такое. Может быть, эти будут лучше котлеты с этим, с кашей, веркулесы. Добавила, чуть-чуть не хотела ее добавлять, но рис разваливается один, без веркулеса. Ну, тем дальше. Вот я зажарила эту самую оладушку. С обоих сторон поджарила. И масло сливочное положила, внучка пожелала. Вот они подготовлены в виде, можно сказать, полуфабрикат. Они привыкнут вот так питаться. Не знаю, как мои котлеты пройдут. Нет, но они тоже желают лучше. Тут вообще через ножки пару штук есть. Ну, посмотрим. Может, кто-то и будет кушать. Спасибо, что посмотрели. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok